Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. И у нас в гостях заведующая женской консультацией номер один Московского областного центра охраны материнства и детства, ну, сокращенно известного как Мацомт, Нигина Анваровна Николаева. Здравствуйте, Нигина Анваровна! Здравствуйте! Ну, профессия у вас великолепная. Почему? Потому что, мне кажется, что может быть лучше женская, тем более, консультация, когда вы помогаете мамам всех времён и народов сделать так, чтобы у них всё получилось. Вот так скажем, да? Коротко, ясно, всё получилось. Мы поговорим сегодня и о консультации, о том, как она работает, потому что давненько у нас не было этой тематики, мы говорили о самом уже процессе родов, какие существуют, как, так сказать, о финальной части. Вот. Но много есть вопросов, которые появляются у женщин, кстати, и у мужчин, у мужей, у друзей, я уж не знаю, как назвать, у бойфрендов сегодня говорят, да, на вот этом этапе, наверное, на самом сложном. Вот давайте начнём. Что такое сегодняшняя современная женская консультация, вот что она в себя включает? Это просто что-то типа женской поликлиники? Ну, скорее всего, да. Это специализированная, оказывается, помощь беременным женщинам, женщинам с гинекологическими проблемами. Вот. То есть туда, например, сегодня мы посвятим, наверное, наш разговор, особенно во второй части, это одна из таких тем и ко, оказывается, там есть изменения по поводу полиса, да, значит, нашего страхового сейчас без полиса никуда. Вот. Во второй части вы это услышите. А в первой части вот такой вопрос. Вопрос. Ведь всё-таки женский организм, особенно мне, мужчине, об этом легко, да, говорить, это нечто такое божественное, потому что он именно создаёт это замечательное чудо-дети. И когда к вам приходят, ну вот вы говорите беременные, а приходят, когда вам к вам должны приходить женщины, девушки, ещё, может быть, до беременности, чтобы как-то проверить себя? Конечно, желательно сделать это. Вот как это, да, расскажите. Да, чтобы предотвратить возможные осложнения, исключить заболевание, конечно, прийти на обследование до беременности, желательно хотя бы месяца за три. Доктор назначит необходимый перечень анализов, обследований, и если скажет, что всё нормально, можно будет, да, планировать. То есть правильно я понимаю, что отбросив в сторону всякие предрассудки, если действительно молодые современные родители, ну, понимают, что пришло время, они хотят, у них, скажем так, на научном понимании, да, этого, что вот нам нужно ребёночек, давай проверимся, да, что у тебя там, что у меня, наверное, мужчина тоже должен пройти какой-то свой курс. То есть это такая пред, как сказать, перед беременностью диспансеризация, да, небольшая? Да, да. А что входит в осмотр? Ну, в осмотр входит обязательно взятие мазков, исключить инфекции, также исключить онкологические заболевания, входит УЗИ малого таза, вот. Ну, и в зависимости уже от проблемы, если они существуют, конечно, там дополнительные методы исследования. К смежным специалистам, может, будут направлены дамы наши. Ну, возникает самый вопрос. У нас существует обычная поликлиника, ну, пошла, записалась и сходила. Или у них меньший, скажем так, спектр предлагаемых исследований? Нет. Ну, обычно женские консультации находятся на базе поликлиники. Это просто у нас в Мацомде две консультации, они находятся обособленно, так скажем, не на базе общих специалистов, там нет. Я так понимаю, что сегодня существуют и женские консультации платные, которые просто вот как можно человек прийти, обратиться, да? Конечно, существует. То есть такая платная услуга, неважно, поликлиника, не поликлиника, просто вот мне нравится там туда ходить, там, какая-нибудь женщина, которая уже рожала, получала какие-то услуги медицинские, да? Вот. Вообще этот институт женской консультации, он же в Советском Союзе был, да, еще появился. Вот что-то подобное есть за границей, или это только наше такое изобретение отдельное? А вот я, честно скажу, не знаю, как за границей, да, поставлено это. Хорошо. Ну, тогда такой вопрос. Вот если, например, проходит это обследование, ну, мы пока еще находимся перед беременностью, вы находите какие-то отклонения. Тогда что получается? Вы говорите, ребят, вам, наверное, пока рановато, или, может быть, вообще нельзя, или как говорится эта фраза финальная? Нет, конечно, мы не говорим, что вообще нельзя. Мы рекомендуем необходимое лечение какое-то время. А лечение вы куда-то отправляете потом? Нет, зачем? Мы назначаем сами. У нас есть для этого все возможности. Так, а лечение проходится на дому или какой-то или иной стационар? Нет, это в зависимости от патологии. Если вдруг необходимо хирургическое лечение, мы направляем к нам в отделение, в стационар. То есть у вас есть отделение, все необходимое для этого есть? Да, конечно, все есть. Хорошо. Еще такой вопрос. Теперь уже, когда беременность наступила, вот по вашему опыту, как часто должна женщина приходить к вам, и что проверяется во время беременности? Ну, тут важна ранняя постановка на учет, во-первых. Желательно это сделать до 12 недель, чтобы своевременно пройти обследование и минимизировать возможные осложнения, риски. Также сейчас проводится перинатальный скрининг на врожденные пороки и хромосомные аномалии плода. Тоже желательно успеть пройти это обследование. А как часто, это уже в зависимости, в последующем посещать. Тоже в зависимости от состояния здоровья оцениваются все показатели, все анализы. Если, например, не очень что-то хорошо идет, тоже в стационар можете положить? Конечно, без проблем, да. Вот эти знаменитые фразы, когда там надо, с плодом не очень все хорошо, когда специально кладут женщину, чтобы все было нормально, чтобы следить все время за ней, да? Ну, если не все хорошо, во-первых, генетики обязательно консультируют нас, нам помогают в этом. Госпитализация, пожалуйста, в любые сроки. А какие там у вас, это же УЗИ в основном, да, или еще какие-то самые главные ваши во время беременности проверка это идет? Нет, там полное обследование и кровь, и моча, и гормоны. Но сегодня мы, что знают сегодня врачи, вот когда, ну, там, условно, пять месяцев, да, возьмем такой почти пограничный период, что врачи могут рассказать о внутреннем состоянии, это пока еще как бы плод, да, как он называется, да, зародыш, я не знаю, как это верно, это по-научному звучит. Вот что мы знаем об этом? Мы знаем пол, мы знаем его состояние, что? Конечно, мы смотрим, мы можем диагностировать пороки внутренних органов. Это уже видно? Да, конечно, вот как вы сказали, в пять месяцев, там, конечно, видно. Даже на первом скрининге, который проводится в 12 недель, уже видно. То есть... А они как-то, ну, вот хорошо, вы обнаружили что-то, пороки же, они разные бывают. Человек может всю жизнь прожить с каким-то, да, там, пороком, ну, зная об этом, например. А вот все эти истории на уровне мифов, что врачи говорят, вот вам на каком-то там не нужно, чтобы ребеночек родился, потому что вот все. Ездишь такое? Конечно, собираются консилиумы. Скажите, как это вообще делается? Даже интересно. Ну, это сложный, конечно, такой вопрос. Психологически сложный для женщины, но собирается консилиум, оценивается жизнеспособность. Ведь есть пороки, которые можно скорректировать после рождения малыша, вот. А есть, которые не поддаются. То есть, не жизнеспособен ребеночек. Поэтому это все объясняется женщине, но все равно окончательное решение, конечно, принимает сама женщина, ну, ее семья. А если вот она принимает решение, вот все против, то есть, это вероятность рождения мертвого плода или как? Что это может быть? Может быть и такое. Может быть и такое, да? Да. Ну, она идет на это, но вы уже как бы ее предупредили. Конечно, она предупредила. С точки зрения закона, там какие-то документы подписываются или что? Конечно, там согласие. Собирают консилиум врачей, вот как я уже сказала. То есть, она подписывает согласие, что либо она согласна на прерывание беременности, либо она согласна на пролонгирование. То есть, она будет рожать, несмотря ни на что. Ну, и как чаще соглашаются или все-таки идут на... Ну, тут, опять же, наверное, в зависимости от пороков, какая патология. Если малыш жизнеспособен, есть надежда. Это понятно, да. Но если вот вы говорите, что вы уверены консилиум врачей, уверены, причем кто в этот консилиум входит? У нас есть институт наш, Московский областной научно-исследовательский акушерство и гинекологии. Там отделение генетики. Вот они собирают консилиум и объявляют... Женщины все-таки больше рожают все-таки, надеются на то, что все получится? Бывали такие случаи, когда консилиум говорил нет, а ребеночек рождался, и все потом было хорошо? Ну, наверное, очень редко. Очень редко. То есть, сегодняшняя медицина чет-чуть дает прогноз. Конечно, да. Тогда еще такой вопрос во второй части, поговорим о боли, наверное, приятном, именно о том, что при любой возможности, да, попытка помочь семье, чтобы был ребенок. А сейчас я все-таки не могу не задать этот вопрос. Насколько сегодня женщины, опять же, такой миф, не миф, говорят, вот, все слабенькие здоровьем стали, что тяжело рожают, ну, плохая еда, плохая экология и так далее и тому подобное. Я уж не говорю об огромном количестве всевозможных заболеваний, скажем так, и, если можно сказать, в каковычках «хороших» и «плохих», непонятно, вот если человек болен, там, СПИДом или еще каким-нибудь, не дай бог, таким заболеванием, вот, как, что получается с ребенком, передается, не передается. То есть вот этот элемент, как врач, и как, вот, вы же следите за этим, как сегодня специалисты оценивают женщину, как… Ну, конечно, сейчас, к сожалению, здоровых женщин очень мало. Мало. Да, конечно, больше всяких проблем со здоровьем. Вот поэтому и надо пораньше, да, приходить? Да, конечно, чтобы минимизировать эти все осложнения своевременно, все скорректировать даже вот с тем же СПИДом, вы сказали. То есть сейчас же есть лечение, и женщина рожает ребенка здорового. То есть если она… То есть бояться не нужно. Нет, конечно. Если нужно ставить крест на себе, надо идти к вам, рожать, и будет все хорошо, если правильно поступить. Конечно. Вот это тоже такой важный момент, почему, собственно говоря, делаем нашу программу, что вроде как, опять же, консультация… Я с детства помню эти надписи «Женская консультация», видимо, потому что где мужская? То есть женская есть консультация, а мужской консультации нет. Вот. Но, тем не менее, многие люди почему-то вот ждут до самой последней минуты, ну, максимум идут к какому-то своему… Или к платному врачу идут, который, ну, там, может быть, и не совсем специалист по конкретным там вопросам. Либо уже на последнем, так сказать, сроке беременности начинаются патологии, везут их в роддом, и там какие-то проблемы начинаются. У нас есть вообще культура предродовая или нет? Нет, нет, сейчас все дамы наши, так скажем, продвинутые, знают, что нужно вставать на учет, желательно до 12 недель. Вот. Есть еще всякие формы соцподдержки, да, кто рано встал, там, выплаты положены. Да, 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 да. Это работает все. Нет, сейчас все девушки у нас редко поступают так, что перед родами приходили. То есть уже более-менее… Входит как положено. Входит как положено. Ну и слава богу. Напомню, что у нас в гостях заведующая женская консультация номер один Московского областного центра охраны материнства и детства Нигина Анваровна Николаева. И во второй части мы поговорим об ЭКО, о такой вот прекрасной, да, возможности. Всегда были спорные, споры вокруг этого. Но вот нам Нигина Анваровна расскажет что-то новое, приятное по этому поводу для тех, кто хотел бы воспользоваться этим способом. Ну и вообще поговорим еще немножко о работе женской консультации. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях заведующая женской консультацией номер один МАЦОНТ Нигина Анваровна Николаева. И вот во время подготовки к эфиру мы узнали, что сейчас есть такое словосочетание «КВОТА», «ЭКО» и так далее, и еще «ПОЛЮС». Вот эти три слова как-то в одном информационном сообщении слились. Что это за «КО»? Расскажите. Дело в том, что сейчас значительно упрощено получение квоты на процедуру «ЭКО», то есть по УМС. Там раньше была масса ограничений, сейчас все упрощено. То есть женщине нужно прийти в женскую консультацию. Если у нее установлен диагноз «бесплодие», то она проходит ряд необходимых анализов, и мы направляем в кабинет репродуктолога, который есть на базе нашей консультации, либо у нас есть доступ к записи непосредственно в перинатальные центры, где производится эта процедура. Ну, давайте мы напомним нашим, наверное, особенно мужчинам, потому что это для многих большая проблема, когда хочется ребеночка, и никак не получается. Это доходит до разводов, до каких-то серьезных жизненных проблем. Что это за процедура, и в чем основная ее, ну, скажем так, полезность, и в чем опасность, может быть, вот так, если сказать? Вы имеете в виду сама процедура «ЭКО», это когда наступление беременности естественным образом невозможно, в силу каких-то факторов делается искусственным образом. И, кстати, даже сейчас можно, стало довольно-таки часто, если у женщины нет супруга, но она очень хочет ребенка, то это тоже возможно, даже с донорским биоматериалом. То есть вот то, что называется, сейчас скажу смело, не таясь, банк спермы, он существует? Конечно. И она может воспользоваться вот в этих кабинетах? Нет, это уже непосредственно там, где это производится. Да, эти вопросы обговариваются там. Наше дело только направить, оформить все для получения квоты, то есть по ОМС, бесплатно. Понятно. Ну, может быть, не совсем ваша правь, но, тем не менее, возвращаясь к этому мужскому материалу, вот женщина, которая принимает такое решение, у которой, ну, нет мужа, да, как вы говорите, и так далее, она просто получает материал или там какой-то тоже есть выбор или еще чего-то? Нет, там даже есть выбор. Да, а как вот работает этот выбор? Ну, ей предоставляют, говорят, что вот такой-то цвет глаз у папы, такой-то цвет глаз. Ага, это есть. То есть не просто так, да? Да, конечно. И она может выбирать вот в этом плане? Ну, единственное, что вот биоматериал, он за отдельную плату, конечно. Ну, понятно, да. Сама процедура бесплатна. А мужчины-то идут сегодня на такой, ну, это же банк как-то формируется? Потому что я так особо даже вот рекламы нигде и не видел, чтобы приходите к нам, сдавайте. Ну, вы знаете, я тоже не видела рекламы, честно признаюсь, поэтому... Ну, он есть. Наверное, есть, раз. Работает. Да, раз такая. Существует практика. Вот на сегодняшний день, возвращаясь к теме мифов и страхов, почему, вот вы говорите, раньше было так, ограничение? Не совсем безопасна эта процедура или что? Ну, вот почему-то наши... Перестраховывались, да? Нет, было сложнее получить квоту. Вот я что имела в виду. Сейчас упростили. То есть платно можно? Платно можно было, без проблем. А сейчас сделали максимально... То есть за это платит как бы государство? Государство, да. По ОМС всё проводится. Вот это я имела в виду. Хорошо. А вот бывают такие случаи, когда вы можете... Ну, настолько сложные случаи, что вы и кони посоветуете? Ну, это, конечно, это онкологические заболевания, которые, так скажем, которые противопоказаны для беременности. Психические заболевания у женщины, да? То есть ряд патологий, да. Открытая форма туберкулиоза является противопоказанием. Ну, там всё строго прописано в этом приказе. Какие противопоказания? Ну, и тогда такой женщине остаётся... Это по показаниям, да. Только усыновлять-ка вот. То есть она не сможет получить ребёнка. Усыновляют только здоровые женщины. Нет, я имею в виду здоровые, я имею в виду, но... Тут ещё такой вопрос возникает. Если была такая проблема с ЭКО до появления этой квоты, то, наверное, я не знаю, как это назвать, чёрный рынок есть в этом плане? То есть сегодня могут где-нибудь сделать ЭКО женщине, не минуя государственные поликлиники? Ну, вы имеете в виду частные, платные? Ну, такие, подпольные. Ну, я про подпольные не слышала. Всё официально здесь, частные, да. Нет, ну, я имею в виду там, где... А стоимость вообще дорогая сегодня это в частных клиниках? Ну, насколько я знаю, где-то от 150 тысяч стоит одна попытка. А, одна. То есть можно делать несколько попыток? Ну, вот по УМС, если есть показания, там неограниченное количество попыток. То есть там, допустимо, две попытки в год, и сколько пожелает женщина до положительного результата? Это по УМС. А как в частных клиниках мы не направляем, я не знаю. Понятно. Но это очень интересно. Почему? Потому что тогда это существенно, во-первых, позволяет женщине, которая не смогла бы насобирать эти 150 тысяч, с помощью УМС. То есть государство встаёт в данном случае на защиту. Конечно. Женщины, которая хочет иметь ребёнка. Да. Вот. Но я так понимаю, что с супружескими парами немножко проще, да? То есть материал есть и так далее. Вот. Но и на выходе что? Я имею в виду, чем отличается процесс беременности и рождения ребёнка, ну, скажем, выполненный естественным способом, от способа ЭКО. Чем-то отличается или нет? Ну, так сказать, здесь зависимости, конечно, от организма женщины, да. Иногда беременность после ЭКО очень хорошо протекает, никаких проблем. И наоборот, естественная беременность, когда там какие-то проблемы может... Мы можем сказать, что вот ЭКО – это такой способ обмана, я знаю, там, материального мира, когда у женщины вроде бы запрограммировано бесплодие с конкретным мужчиной, да, например. А мы как бы раз говорим – нет, всё получится. Обмана? Приятный такой обман. Приятный. Обход какого-то. Ну, это же какое-то табу установлено. Ну, кто-то скажет, что там Бог установил, кто-то скажет – это вот материально так вот получилось, в материальном мире кто живёт. А мы берём это, обходим. Правильно? Мне кажется, это осознанное решение. Это решение осознанное, безусловно. Каждый парень. Но я основал случаи, когда было много попыток, у людей так ничего и не получилось. Да, к сожалению, так бывает. А ещё вот такое всё-таки у нас… У меня, прошу прощения, была пациентка, у неё было 9 попыток, и только с 10-й. Я восхищалась её, ну, так скажем. И всё получилось? Всё, с 10-й попытки это было, конечно. И она мне всегда говорила – вы отговариваете от абортов, потому что видите, чего мне стоит эта беременность. Да, я говорю – ну, вот, в общем, была вот такая девушка. Кстати, об абортах. Те девушки, женщины, которые приходят после абортов, насколько у них хуже проходит беременность, если она вообще получается у них? Аборт действительно влияет на организм женщины? Конечно, аборт негативно влияет на организм. Это однозначно. Если, так скажем, возможно, и воспалительные какие-то осложнения, и даже бесплодие, да, поэтому мы стараемся проводить. И к психологу записываем, и сами беседы проводим, что не желать. Но всё-таки по большому счёту сегодня больше хотят рожать или больше хотят аборты делать. Потому что нам, например, обычная жизнь подсказывает, что многие девушки хотят работать, хотят, живя с любимым, там, расписанной, как угодно, да, вот они не торопятся делать детей. Я уж не говорю про запрещённые теперь у нас уже некоторые общества, которые не подразумевают детей вообще как таковых в семье. Ну да, есть. Вот, да, но доходят там 26, 28, 30 лет, и некоторые, вот 30 лет мне наступят, и пойду рожать, да. Сегодня вы как видите, всё-таки рожать детей – это популярнее или, скорее, не популярнее? Конечно, популярнее, чем делать аборты. Аборты у нас сейчас крайне редко. Может быть, ввиду того, что средства контрацепции очень, так сказать… А, помогают. Помогают, и сейчас их достаточно разные. А когда мы сегодня, вот эта замечательная, в кавычках, фраза, старородящая, которой теперь уже нет официальной, это какой возраст? Когда уже опасно приходить? Ну, вы знаете, у меня была пациентка, 53 года она решила стать мамой. То есть я не ставлю таких ограничений. Ну, была беременность после ЭКО, ну, нормально, прошло нормально. Очень интересно. Да. Ну, конечно, нам, мужчинам, трудно понять даже женскую логику, тем более в таком важном вопросе. Не могу не задать следующее. Каково участие мужчин? Они все остаются по ту сторону поликлиники? Или я почему-то задаю этот вопрос, если женщина, ну, одинокая, это понятно, да, это одна история. Вот. А если женщина, вот, из любящей семьи, неважно, там, хорошая беременность или ЭКО, в смысле, обычная беременность или ЭКО, вот мужчин как-то допускают к этому общему делу или они немножечко со стороны наблюдают за всем этим вопросом? Нет, как же, пожалуйста. У нас некоторые дамы ходят с супругом, даже на консультацию. То есть он может посидеть на ступчике. В консультациях, да. Ну, а совместные роды, так это вообще сейчас практикуются. То есть партнерские роды, пожалуйста, с супругом. Мужчины сейчас очень активно принимают участие в беременности. Скажите, вот выплаты материнских капитал, которые с каждым годом звучит все громче и распространяется на все большую, скажем так, часть рожающих женщин, это действительно стало таким хорошим подспорьем, что ли, или таким хорошим стартом для многих, особенно молодых девушек, которые решили стать мамой. Это вообще влияет как-то или это параллельно идет все-таки эта история? Мне кажется, параллельно все-таки. Параллельно, да? Сначала все-таки принимают решение, что я хочу, да, или мы хотим. Да, конечно. А еще вот такой вопрос, не могу задать, он, наверное, немножечко такой на грани психологии. Мы рассматриваем женщин уже сознательных. У вас же молодые девушки, которые как бы вот случилась эта история. Как тогда разруливается ситуация? Рожать или не рожать? Если, например, возраст там еще не позволяет. Ну, случилась, может быть, такая ситуация нестандартная. Ну, маленькая совсем, ну, юная девушка пришла. Юные девушки у нас тоже стоят на учете. И что? И 14 лет. Ну, естественно, первый визит с родителями, а тут уже... То есть родители принимают решение вместе с ней рожать или не рожать? Да, да. И бывали такие случаи, что... Да, да, и 14 лет стояла на учете девочка. И так что бывает. А как с точки зрения закона, там, я имею в виду, приходят, проверяют органы, если поступают юные роженицы? Ну, к нам не приходят, потому что мы принимаем с родителем девочку. То есть это прописано тоже? Да, да, все прописано. Ну, видите, мы очень много интересных, как непарадоксально, вопросы просто сыпятся, как из рога изобилия. Но мы будем завершать. Главный вывод, давайте мы сделаем, что консультация в помощь. И если бы не было консультации, то, наверное, было бы все гораздо сложнее. Верно я понимаю? Конечно. Так что, как говорится, приходите, пользуйтесь. Тем более, что из Мацон до нас много было ваших коллег. Но мы в основном говорили уже, как говорится, на решении, на финальной стадии этой замечательной, не проблемы этого замечательного таинства, действа. Все-таки роды – это таинство, как вы считаете? Или это физиология, чистая физиология? Или таинство какое-то? Сложно сказать. Ну, вы же видите, как растет вот этот вот организм. Наверное, таинство. Двойне и тройне было, да? Тройне не было, честно скажу, а двойне были. Двойне были? Да. Радовались родители, когда узнавали, что двойне? Или по-разному реакции было? Мне кажется, радовались. Радовались, да? Ну что ж, огромное спасибо за ведущей женской консультации номер один Московского областного центра охраны материнства и детства Негина Анваровна Николаева. Была гостья нашей сегодняшней программы. Спасибо вам огромное. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»